всем доброе утро сегодня у нас 7 мая четверг решила к рекусе приготовить кот пришел филюшечка пришел на улице плюс плюс 13 такая пасмурная погода уже видно что мой месяц видите у нас уже лес по зелени листочки распускаются облака такие тучи спустучи местами выглядывает солнце так вот на некоторые дома светит такими кусочками а лес то уже зеленый потому что последние дни шли дожди поэтому какой воздух красота жаль что шутцы под окном машины шутят а так было бы еще лучше вот если проснуться часов шесть то машин еще не так много а лучше в пять и как-то ночью проснулась пять часов в окно выглянула такая красота тихо птички поют у нас вот в этом лесу у нас там поются поют соловьи весной всегда вот такое вот утречко сегодня такое достаточно пасмурное а я люблю такую погоду когда не жарко я вообще люблю такую погоду где-то от плюс десяти до плюс двадцати двух примерно или от плюс двенадцати до двадцати двух то есть я жару вообще не люблю даже до двадцати наверно мы как-то ходили в лес вот на днях ну когда собак там встретили как раз был полдень где-то час дня была самая жара в этот день самый теплый день был и вчера тоже было тепло в общем было двадцать три градуса ну вчера днем примерно так же было сегодня уже похолодало вот с утра где-то не тринадцать а пятнадцать с половиной на улице хорошо у нас под окном тоже березки вот листики распустились на березках красота жаль что камера все-таки камера на телефоне слишком маленькая мне кажется если заниматься профессионально ну как если серьезно заниматься блогерством так сказать то нужна другая совсем камера или такая маленькая вот экшн камера продается или видеокамера то есть снимать надо на нормальную камеру вот я видела некоторые снимают на видеокамеру сбоку такая штучка экранчик такой торчит там все видно сразу а на телефоне все-таки очень маленькая камера я даже вот вот хочется показать вам вот город вот этот вот лес вот эту всю красоту но камера очень маленькая и даже приблизить здесь по-человечески приблизить вот это все чтоб посмотреть по-нормальному это не получится ой что-то кофе так быстро закипел у меня убежал кофе оно такое редко бывает но бывает просто потом плиту придется отмывать ну в принципе я ее и так сегодня собиралась смыть потому что тут вот были уже пятна на ней видите какие пятна вот эти были а это сегодняшние так что плиту мне по-любому мыть фильтр мыть он уже позеленел внутри фильтр мыть надо а у меня закончился этот порошок для мытья посуды пемолюк закончился тут у меня только сода стоит в баночке жидкое мыло тут вот я перелила фейри не то что перелила я его еще водой разбавила потому что оно слишком такое да фейри конечно действительно дольше хватает так может плиту вытереть сразу пока пока там не въелось ну вот хотя бы так тряпку я это выкину и буду я ее уже отмывать так ладно надо будет еще турку потом протереть я люблю кофе с молоком по утрам конечно может быть со сливками было бы еще лучше чем с молоком ну какие уж мне сливки вот так если подумать так вторую чашку не мне естественно конечно не желательно в ракожину выливать как-то отвыкнуть от этой дурацкой привычки кофе кофе выливать в раковину так ладно я вот так ставлю на горячую плиту пусть стоит филюшка мяу у тебя там корм есть в миске я тебе досыплю сейчас видео доснимаю и насыплю что вам рассказать ребятушки сегодня у нас четверг у нас 7 мая что я буду сегодня делать честно говоря не знаю если муж уйдет на работу сегодня он вообще-то собирался на работу вчера еще если сегодня пойдет или завтра то выйду в трансляцию потом магазин схожу может быть даже в 2 перекрестки давно не было у меня там бонусы пропадают сначала перекресток пойду а потом в другой магазин еще схожу а может быть еще и в 3 короче надо затариться продуктами у нас ничего почти не осталось там какой-то кусочек мяса с салом салом его еще не пробовали даже не открывали что-то масло сыр сметана творог это я вчера каша пшенку сварила и тут мы еще суп не доели и тут только вот яйца остались молоко топленое молочком есть эфир и молоко а тут мои крема лореаль ночной дневной жемчуг потому что дневной лореаль закончился начала жемчуг что-то как-то ночной дневной как-то быстрее тратится тут еще такой вот для рук есть он сюда не поместится внизу валяется у меня тут есть запасы еще крема вот еще ночной жемчуг у меня ну купила коробочку выбросила еще для рук вот такой есть такой вот тоже можно сюда положить поближе короче ничего почти не осталось яблоки мандарины помидорки три штуки три помидорки три морковки шесть мандаринчиков и яблоко что-ли семь там еще кусок сыра завалялся мало что осталось короче сахар вчера закончился молоко еще где-то есть в запасе пакета два растительное масло пока есть я в прошлый раз затарилась у меня еще две бутылки стоят а муки больше всего наверное мукой затарились муки еще наверное два пакета по два килограмма стоят обычной муки еще килограмм блина и килограмм такой обычной маленьких баночках я пересыпаю в баночке окно приоткрыть дышать нечем окно открываешь шумно как-то становится ладно ребятушки если смогу то сегодня выйду в трансляцию где-то часик в одиннадцать пол двенадцатого если не сегодня то завтра а если не завтра то числа двенадцатого уже после праздников понедельник я так понимаю выходной день у всех праздничный никто не работает то есть на днях выйду в эфир ну хотя бы потому что давно не выходила поехала желтая такая скорая поехала в больницу желтая типа реанимации они тут весь день ездят я же мне делать нечего я вот так стою кофе утром пью наблюдаю но и днем тоже иногда часто ездят примерно раз в полчаса точно скорая привозит кого-то вот в эту больницу ну если не в полчаса то в час точно а на вызов они выезжают еще чаще просто когда возвращаются иногда на базу а иногда в больницу то есть не всех конечно в больницу увозят может быть кому-то просто так плохо может давление может еще чуть ну какая красота ребята жаль что вам не видно далеко очень мне нравится когда вот так солнце выглядывает из-за тучки и вот так освещает какой-то клочок один дом как бы выхватывает его из общей массы видите такие черные тучи освещается одно здание причем по-моему это здание школы если я ничего не путаю по крайней мере там была школа то что вы видите в лесу на горизонте красные дома это у нас за химками у нас Москва район Куркину а то что вы видите прямо если экран пополам поделить то что справа это химки то что слева Москва так что тут так все вот по шоссе едешь короче тут Куркинское шоссе у нас справа химки слева Москва так что тут очень сложно дома стоят рядом не поймешь какой дом к Москве относится какой тимка все сплошняком уже застроено так ладно ребятушки всем пока если смогу часик в 11-12 выйду